Ну я говорю, у меня одно кресло. Ну а почему у вас одно кресло? У вас же детский тариф. И что? Ну ничего. Не надо кресла, что ли, возить? Ну вы же возите детей. Одного вожу. С подобного диалога начинается каждая поездка на Яндекс.Такси у красноярки Галины Магергуд, рассказывает сама девушка. У Галины двое детей. Трехлетний Данил и пятилетняя Вера. Ежедневно молодая мама куда-то ездит с малышами. В поликлинику, на кружки, в бассейн, просто погулять в парке. И конечно, говорит красноярка, с двумя маленькими детьми куда удобнее и безопаснее передвигаться на такси, чем на общественном транспорте. Личного авто у Галины нет. Однако каждый раз заказ машины через популярные агрегаторы Яндекс.Такси и Убер заканчивается либо скандалом, либо нарушением закона. Даже в специальном детском тарифе водители предоставляют только одно кресло для малолетнего ребенка. Кто-то соглашается ехать так, другие предлагают либо буквально всегда носить с собой второе кресло, либо вообще не заказывать такси. Я не могла уехать и водитель прямо на меня наорал. То, что вообще какое право я имею. Вот кресло с собой не везти и уезжать. И мне надо было уезжать с поликлиники. И была плохая погода. И ребенок у меня себя неважно чувствовал. Мы ходили к врачу. И он просто отказал. Потом я стала вызывать. Он, видимо, передал там на линию как-то. То есть я не смогла вызвать никого. В какой-то момент у Галины закончилась терпение и Красноярка решила обратиться к юристам. Адвокат помогла составить иск. Молодая мама подала в суд на Яндекс.Такси и Убер с требованием о компенсации морального вреда. Девушка требует от сервиса 30 миллионов рублей. Получить такую заоблачную сумму Галина вместе с юристами, конечно, не надеется. Однако, говорит адвокат Красноярки Наталья Соломенцева, смысл в том, чтобы привлечь внимание общественности и повлиять на политику крупнейшего агрегатора. Публичная оферта, которая содержится на сайте, которая имеется в приложениях перевозчиков, она предполагает детский тариф. Сумма иска 30 миллионов рублей. И даже если суд эту сумму уменьшит, в любом случае мы понимаем, что наши требования, они законны, обоснованы. И суд не может игнорировать допущенные перевозчиками нарушения в части безосновательного отказа в предоставлении услуги родителям, имеющим двух и более детей. К слову, сами водители такси прекрасно понимают проблемы многодетных родителей и, как это принято в откровенном разговоре, признаются, что ничего не могут поделать. С одной стороны, комфорт пассажиров и закон. С другой, заработок и жесткие условия для водителей со стороны агрегаторов. Вот что рассказывал один из красноярских таксистов. Если бы не доплачивали, хорошо бы. Да, я думаю, многие бы возили два кресла. И возили бы чисто детские. Но так как они платят, иногда бывают детские дешевле эконома, ну, зачем заморачиваться? Никто не возит в такси два кресла, никто, ни у кого нету. А как быть тогда мамом, у которых трое, там, двое детей? Не знаю. Вот я даже не знаю, что от них на этот вопрос. Однако есть и обратная сторона медали. Зачастую родители сами просят таксистов нарушить ПДД и взять маленьких пассажиров без специального оборудования. Более того, многие даже с одним ребенком как будто принципиально игнорируют детский тариф и заказывают обычный эконом, где никаких кресел не предусмотрено, говорит председатель красноярского движения автовладельцев Егор Фролов. В итоге получается, что ни водители, ни родители с детьми никогда не знают, что их ждет в салоне такси. И очевидно, что такой серьезный аспект безопасности перевозок должен регулировать своими правилами непосредственно сам агрегатор. К слову, например, в Москве и еще нескольких крупных городах у Яндекса есть тарифы с двумя детскими креслами. Красноярску в этом плане не повезло. Вот что отвечают службы поддержки. В нашем регионе пока нет опции для поездки с двумя детскими креслами. Поиск машины на заказ идет по опциям в карточке тарифа. Если нужной опции нет в списке, значит услуги тоже не будет, даже если написать ее в комментариях. Лучше сразу связываться с водителем и лично договариваться об услуге, но такой заказ может не соответствовать правилам сервиса. Проще говоря, не то, что водители расписываются в своей беспомощности, а даже сам агрегатор Яндекс.Такси так и говорит. Услуги у нас пока нет, но вы все равно можете воспользоваться такси, нарушая не только правила самого сервиса, но и закон. Отмечу, штраф за перевозку детей без автокресла и ремней безопасности составляет 3000 рублей. И пока многодетным красноярцам, видимо, остается только предлагать таксисту залог и надеяться, что 30-миллионный иск вразумит российского айти-гиганта. Игорь Шишкин, Сергей Кашин, Новости ТВК.